Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада всех приветствовать, и, наверное, как раз вот мое выступление, оно будет продолжать о том, о чем говорили коллеги по поводу обучения врачей, потому что, собственно, моя тема – это эмоциональное выгорание. Я немножко расскажу о себе. Я психолог, работаю в ранней детской помощи и непосредственно работаю в стационаре на консультациях врачей и родителей. Поэтому у меня такая интересная история, что я вижу это с двух сторон. Мой опыт, я сопровождаю сообщество больных муковисцидозом и больных детей, онкологии и их семей. И я бы хотела начать с того, что наши семьи, наши подопечные ранней детской помощи – это семьи, имеющие опыт нахождения в стационаре, в который они попадают или из роддома, или вскоре после него. И мои коллеги уже говорили о травматическом опыте, который получает семья. И получается, что большинство историй детей с особенностями развития, они как раз начинаются в медицинском учреждении. И непосредственно с взаимодействием с врачами, и чаще всего это специалисты реанимации или отделения патологии недоношенных, приемного отделения или отделения интенсивной терапии. И с чего я хочу начать, это… Сейчас я попробую включить демонстрацию экрана для того, чтобы у меня… И я бы хотела начать с исследования. В России, к сожалению, подобных исследований не проводилось, и поэтому исследование, на которое я буду опираться, Оно проведено доктором Александром Коткинсом и его коллегами из Национального института исследований в области здравоохранения в Великобритании. Исследование было достаточно масштабное, и оно нам даст возможность понимать, что является верхушкой айсберга, про который я сегодня буду говорить, Потому что это исследование, оно было многофакторным, в нем принимали участие больше 200 тысяч врачей, различные специализации, различного опыта, возраста, И не только врачей, но и младшего медицинского персонала, который имеет очень большое значение, Потому что когда ко мне приходят на консультацию, это не только врачи, но и младший медицинский персонал в том числе, Который точно так же подвержен всем эффектам эмоционального вгорания, связанного с профессиональной деятельностью. И первое, что мы видим в этом исследовании, это фактор эмоционального истощения, Которое определяет собой, ну, как индивидуальный стресс, да, и аспект эмоционального выгорания относится к ощущению перенапряжения, Истощения и эмоциональных, и физических ресурсов человека, потому что врачи приходят с такими сообщениями, Что я не могу выйти на смену, я когда понимаю, что вот завтра будет моя смена там, я не могу спать, И я испытываю большое напряжение меня, я испытываю там тремор, я могу даже вот ощущать, что я выхожу на смену, У меня абсолютно пустая голова, и, в общем, много таких вещей, про которые сообщает врач, И нам исследование это подтверждает, что, да, эмоциональное истощение, оно, Причем об этом сообщает каждый третий доктор, в моей практике это практически каждый второй доктор, Который, или медсестра, который вот приходит ко мне на консультации. Второй фактор, который мы здесь видим, это деперсонализация, и, наверное, это самый, ну, такой тяжелый фактор, Как для врача и для пациентов, то есть это вот фактор, который действительно влияет на травматизацию, На травматический опыт, который получают пациенты, да, в ходе взаимодействия с врачом. И деперсонализация, она является компонентом цинизма, представляет собой, ну, серьезный аспект эмоционального выгорания, И он направлен на дистанцирование от других людей, относится к самой негативной и черствой, Чрезмерно отстраненной реакции на работу, да. И что заявляют врачи, что я уже просто вот могу ненавидеть своих пациентов, Что я испытываю глубокое раздражение при общении, Я не могу себя сдержать в каких-то, ну, сложных ситуациях или конфликтных ситуациях, Которые с пациентом происходят. И на самом деле это, ну, мы можем понимать, что вот деперсонализация, Она, это фактор, ну, такой психологической защиты. И он чаще всего проявляется у врачей неотложной помощи или приемного отделения, У реанимационных врачей и у врачей-онкологов. Ну, больше выражен. И то, что, ну, в общем, мы видим третье, Такое основное в этом исследовании, Что это чувство снижения личных достижений, И которое представляет собой снижение самооценки И относится, ну, вот к чувствам некомпетентности, Невозможности оказать ту помощь, которую на самом деле врач может оказать, Но вот внутреннее ощущение, да, что я не справляюсь, Мне не хватает там каких-то компетенций, У врача есть. И врачи приходят, вот что они приносят на консультацию, Это что они совершенно не помнят своих хороших случаев, Но они очень хорошо помнят свои сложные случаи, Случаи, в которых, ну, они допустили ошибку. И так как, забегая вперед, Так как у врача нет возможности, ну, там, Полноценно прорабатывать опыт, То, ну, это не дает дальше врачу двигаться чаще всего. И это исследование, оно, ну, в себя вбирало очень много шкал, И, соответственно, вот шкалы, которые были взяты в этом исследовании, Это было про вовлеченность в карьеру, Потому что, собственно, это был заказ Министерства здравоохранения, Они видят в этом большую проблему, И детально это очень исследовали. И здесь вот будут шкалы удовлетворенности работы, И это про условия труда врача И оценка его вклада. Это сожаление о выборе профессии, Карьерный рост или его отсутствие, Снижение производительности, И это вот, ну, прям отражается в эмоциональной усталости. И намерение поменять место работы, И качество оказания медицинских услуг. И, в общем, нам это исследование дает понять, Что, собственно говоря, лежит на поверхности. Какие факторы эмоционального выгорания есть, И что может снижать эффективность врача, Давать врачу травматический опыт, Давать травматический опыт пациентам. И в ходе моей практики, И то, с чем врачи приходят, Что они первично заявляют, Вот это как раз касается тех трех факторов Эмоционального выгорания, Про которые я сейчас сказала. Но история заключается в том, Что эти факторы между собой тесно связаны И оказывают влияние друг на друга, Что создает сложный эффект, Сложную динамику того, Что с врачом происходит. И на самом деле, Если мы опустимся ниже, На более глубокие уровни восприятия врача, То людей, которые оказывают медицинскую помощь, То мы увидим, Что врачи находятся В таких этических дилеммах, В которые они попадают, И которые являются вторым слоем Причин выгорания, Но выгорание это как следствие, Есть еще то, Что влияет на врача, Потому что этическая дилемма, Это напряжение, Это создает факторы невротических всяческих расстройств, И врачи часто заявляют, Что они страдают от панических атак, Бессонницы, Расстройства пищевого поведения, То есть вот такая вот история, Которая глубокая, И вот мы сейчас будем идти по тому принципу, Что мы видим факторы эмоционального выгорания, И вот дилеммы, В которые врачи попадают, И это недостаток времени для пациента, И невозможность оказать им должное внимание, Из-за интенсивности рабочей работы, И это ощущение, Вот врачи это говорят как ощущение, Ну, вернее, Как ощущение загнанности в рамках, В рамке, И кажется, Им кажется, Что они упускают полезное время для пациента, Да, Которые приходится тратить на разговоры, То есть врач заявляет, Что я вот должен лечить, У меня, Я должен бесконечно разговаривать с пациентом, Имеется в моем случае, В моей практике, Это разговоры с родителем, И на них приходится тратить время, И обсуждение, И объяснение, И, да, Родители не могут понять то, Что сообщает врач, Начинают задавать множественные вопросы, И с позиции родителей это, конечно же, Правильно, И так и должно происходить, Но при том, Что, да, Вот эта вот дилемма, Что я должен в этот момент быть с пациентом, Я уже час разговариваю с родителями, Да, И еще и родители, Понятно, Что они находятся в состоянии, Ну, травматического шока, И поэтому они совершенно по-разному себя ведут, И в том числе, Вот могут множественные вопросы задавать, Или могут ничего не говорить, И врачей это тоже очень сильно пугает, Потому что непонятно дальше объяснять, Правильно ли он объяснил, Неправильно ли он объяснил, Понятно ли все родителю его пациента, Или он должен еще что-то сделать, И, конечно, Врачи, Ну, Такой, Дилемма, Очень часто находятся, Особенно врачи реанимации, Потому что, Вот эта вот история про время, Она имеет очень большое влияние, И следующая, Это ситуация, Когда нужно принимать сложные решения, Которые противоречат личным убеждениям врача, И это такая, в общем, Сложная дилемма, Это про то, Что врач имеет какое-то свое представление, Но у него есть определенные протоколы, Которым он должен следовать, И тут тоже есть конфликт интересов внутренних у врача, Ощущение бессмысленности и беспомощности при попытках оказать помощь, Одна из самых сложных и изматывающих дилемм, Потому что врач может получить пациента уже в том состоянии, Ну, допустим, у ребенка уже произошел инсульт обширный, И все его попытки помочь влияние этого фактора уже не может ничего с этим сделать, Дальше это сложные условия труда, Это нехватка ресурсов, Переживание с ограничения ресурсов, Мы не будем на этом, Ну, я не буду на этом останавливаться, Потому что это связано с, Ну, в общем, общей темой здравоохранения, Да, и вот как организована работа у врачей, Необходимость работать в условиях конфликта интересов между пациентой, И системой здравоохранения, Это про то, что, допустим, пациенту нужен, Был бы хорошо дорогостоящий препарат, Которого или не закупают, или нет в наличии в данный момент, И это врачей очень, ну, дестабилизирует вообще внутренне, Потому что это про их компетентность, В том числе, потому что пациенты со своей стороны Могут это воспринимать как некачественно оказанную помощь. Ощущение, что действия врача обрекают семью На ухудшение качества жизни. И здесь речь идет не просто о бессмысленности, Да, а здесь речь идет о том, Что врач понимает, что в ходе своих действий, Да, ребенок будет жить, Но это будет глубокой инвалидизацией Или палеоактивный статус, И врач понимает, что, ну, условия жизни семьи будут изменены, Они будут точно ухудшены, И поэтому вот сама история помощи пациенту, Да, она, ну, такая, получается, Что у врача внутренняя такая вот напряженность и вилка, И это будет дальше, И это непосредственно связано с тем, О чем говорили коллеги, Про сообщение диагноза, Про трудные разговоры, И это дальше, Это ситуация, когда плохие новости, И врачи это воспринимают, Как, что они выходят сообщать приговор, И этот приговор всегда плохой, Чаще всего, ну, выделение реанимации, Это частая история, Что это будет плохой приговор, И что врач тоже понимает, Что он травмирует этим сообщением родителей, Всю семью, Если семья в расширенном составе стоит, Такое в реанимации тоже бывает, И они понимают, Что они причиняют очень большую боль в этот момент, И психологически не готовы ее причинять, Потому что в их практике причинение, Ну, вообще в практике врачебное причинение боли, Оно должно вести к улучшению, да, Если уж я причиняю боль, То это должно привести к улучшению состояния, да, А тут я ухудшаю состояние, И это, ну, вот, На консультациях это самое сложное, О чем говорят врачи, У них даже есть название коридора, В котором они ведут эти диалоги, Что это прям коридор скорби и боли, Вот, и да, Это влияет, Врач при этом тоже травмируется, И это влияет на его эмоциональное состояние, В том числе на его эффективность, Как врача, Они об этом говорят, Что я потом вообще захожу в отделение, Я еще там сколько-то времени не могу сфокусироваться, Не могу прийти в себя, Это не зависит от, ну, квалификации врача, Или его даже многолетнем опыте, То есть даже врачи с многолетним опытом, Там 6 лет в реанимации, 8 лет в реанимации, 12 лет в реанимации, Они все равно сложно это переживают очень, Это чрезмерная ответственность за жизнь и здоровье пациента, И, ну, это такое вот, Если мы говорим о эмоциональной включенности, То, конечно, это сложная дилемма, Потому что, когда я эмоционально включен в переживания, То, да, у меня не происходит диссоциация, Но при этом я, Мои переживания тоже влияют на меня, И, в общем, на мою эффективность, Эти врачи лучше разговаривают с пациентами, Это правда, Но болезненно это переживают, И эмоциональное истощение таких врачей, Это основное, Вот то верхнее, Про которое мы уже, Я уже говорила, И недостаток поддержки со стороны руководства и коллег, И это усугубляет все этические дилеммы, Которые приводят к выгоранию, Врач чувствует себя очень незащищенным, И это создает очень большую точку напряжения, И почему я говорила про эти этические дилеммы, Потому что они как раз Дают, вернее, не дают возможности Врачу, Ну, создают такой разрыв С его ценностными смыслами, Что является, ну вот, Основным глубинным И составляющим личностей человека, Которые, Если мы с этими ценностями не в контакте, Или у нас происходят вот какие-то такие вот дилеммы, Да, то у нас происходит такой разрыв С этими ценностными смыслами, И тогда мы теряем опоры. И то, что получилось выявить В ходе консультаций, Это, конечно, не такая масштабная выборка, Как про исследование, Но, тем не менее, Это очень показательно, Что, когда происходит работа с врачом, То, что он заявляет, Можно понимать, Какие ценностные смыслы для него, Как для человека, Или утрачены, Да, или вот он не может с ними соединяться, Да, и они не могут быть его полноценной опорой. И это ценностный смысл про честь и достоинство, И это про жалобы, конфликты, Неудовлетворенность пациентов, Вмешательство в терапию, И, ну, в общем, Пациенты часто прибегают к интернету И начинают советовать врачу что-либо Или сомневаться в его компетентности. Это человечность и сострадание. И врач находится в условиях, В общем, ограниченных ресурсов. Это свобода. И вот ценность свободы, Она одна, Ценностный смысл свободы, Он один из самых сложных, Потому что там примешивается еще, Что у меня есть вложение времени и сил, Но они оценены таким образом, Что я не могу свою ценность свободы, Ну, просто реализовывать, поддерживать. И это про доверие. Это вот, я уже говорила, Это про ощущение незащищенности. И что, ну вот, Что я как специалист, Как психолог, Который работаю с врачами, Что я делаю? Первое, с чем ко мне приходят, Это обозначение фактора выгорания. И мы начинаем спускаться по личностному глубокому уровню, В какой дилемме врач находится, Или в ряде дилемм, Что происходит внутри человека, Что делает его жизнь сложной, Как специалиста и как человек в целом. И мы спускаемся на уровень ценностных смыслов, Для того, чтобы с ними соприкоснуться, Их вернуть себе, Или обрести новые ценностные смыслы, Для того, чтобы эти опоры у человека появились, У врача появились. И как я это делаю? Мы начинаем рассказывать истории. Я прошу их рассказывать истории о себе, Для того, чтобы погрузить их в те вещи, Которые ценностные смыслы были. И вот эти соприкосновения с этими ценностными смыслами, В ходе рассказывания истории моих задаваний вопросов, То дает возможность этим опорам появиться. И вот про что самые популярные истории? Это какой ценностный смысл был в выборе профессии? Я спрашиваю, почему вы пришли в медицину? Почему вы выбрали такую сложную профессию врача? Потому что одно обучение – это уже испытание. И мы вспоминаем истории профессионального успеха. И это очень мощная опора, Когда даже врач, даже кандидат наук говорит, Ну, собственно, я ничего и не сделал. Я как профессионал-то не очень состоялся. И мы погружаемся в то, что у него есть профессиональные успехи. И очень важно тоже, что мы делаем с врачами, Это поиск в рутинах того, что может создать опоры. Там, как человек пьет кофе, Как он возвращается домой, Как он проводит свободное время, Что он любит, про что он забыл, что он любит. И это возможность вспомнить. И мы с врачами выявляем те опоры, На которые человек опирается. И это семья, друзья, интересы, мечты. И это возвращает, ну, такой вкус жизни. Вот, это, наверное, все, что я хотела сказать. Вот, большое спасибо. Если есть какие-то вопросы, Я готова на них ответить. Екатерина, огромное спасибо. Мне кажется, это вообще крайне важная тема. Я очень рада, что мы внутри конференции Ее смогли затронуть с разных сторон. И со стороны родителей. Как им это начало пути. Что бы они хотели. Как они ощущают себя в этот момент. И с точки зрения того, Как переживают этот момент врачи. И то, что мы, как психологи, Можем делать в этой ситуации. Для того, чтобы помогать и родителям. И для того, чтобы оказывать поддержку врачам. И действительно показывает нам Сложность этой ситуации со всех сторон. И возможности для... Одновременно возможности для работы. Возможности для изменения ситуации. Продолжение следует...